Десятая выездная сессия Совета Заполярного района продолжается в эти минуты в Коткино. Это первая выездная сессия Совета Третьего Созыва. С первым отчетом о результатах деятельности Совета в прошлом году уже выступил глава Заполярного района Алексей Михеев. А с докладом о работе исполнительного органа власти района глава администрации Олег Холодов. Подробности у Олега Хатанзейского. Начнем с приятного. Депутаты привезли в Коткино флаг эстафеты Знамени Победы. Акция проходит по всей России. И вот добралась она и до Коткино, после чего флаг будет перевезен в другие населенные пункты. Ну а 9 мая акция завершится в Наринмаре. Ну это только всего лишь приятности. Переходим теперь к политике. Итак, с докладом выступил глава Заполярного района Михеев. Он говорил в частности о бюджете прошлого года и этого. В связи с тем, что сейчас работает в округе 95 закон. Это передача полномочий на более высший уровень. Заполярный район в этом году потерял очень много денег. Если в прошлом году доходы составляли 4,5 миллиарда рублей, то в этом цифра снизилась до одного с небольшим миллиардов. Ну, значительно бюджет сократился. Впрочем, говорят специалисты, Заполярный район сумму вытянет и все важные мероприятия будут финансироваться. Ну, это, пожалуй, самое главное, что сказал глава Заполярного района. Также выступил с докладом глава администрации Заполярного района Олег Холодов. Он сказал о программах, которые не реализованы, но не в полной мере в прошлом году. Итак, сфера ЖКХ. Она реализована в прошлом году на территории Заполярного района всего лишь на 71%. Причина ясная, это долгострои. В регионе их очень много. Допустим, сейчас проблемных 11. Практически все эти объекты сейчас не строятся. Подрядчики просто взяли и ушли с площадки. То есть наполовину построили, а дальше решили не строить и уехать. Бюджет потерял очень много денег в связи с этим. Вот только один пример. Допустим, ферма Вомя. Ее строительство начали заниматься еще 5 лет назад. И тогда строили по принципу аванса. И Заполярный район перечислил подрядчику 22 миллиона рублей. После чего компания просто обработалась. И деньги, естественно, не возвратились в бюджет. Впереди ждет несколько докладов. Пока что они не прозвучали. Самое, что примечательное, в дальнейшем депутаты собираются пройти по нескольким социальным объектам.